Не буду сегодня фокусироваться на каких-то рецептах. Я поговорю о очень важных ценностях разработки продукта командами разработчиков, программистов, верстальщиков, дизайнеров. Так получилось, что я, ну основной мой опыт, я возглавлял разработку в крупной такой компании РИА Новости и последние несколько лет поучаствовал в огромном количестве проектов в совершенно разных ролях, как со стороны заказчика, со стороны продуктового менеджера, со стороны подрядчика, со стороны программиста и так далее. И увидел, что в огромном количестве компаний на самом деле есть достаточно серьезные, ну не проблемы, а такой нет ощущения комфорта эффективного производства. Везде это, причины происходят по-разному, как у классиков, каждая семья несчастна по-своему. И всегда приходится сильно напрягать голову, чтобы понять, где в каком месте утекает наша максимальная эффективность. Мы вчера с одним клиентом обсуждали, о чем бы вот так интересно сегодня рассказать. И вдруг родилась идея. Этот клиент имеет некий контракт с очень крупной международной компанией, контракт, который перерос в практически партнерские взаимоотношения. В рамках контракта производится некий очень успешный, удачный продукт, который устраивает заказчика, но не устраивает некий технологический процесс вокруг этого заказчика. Ну там тоже речь идет о неких интернет технологиях, веб технологиях. И вот я после доклада, мы улетаем в Лондон с этим подрядчиком обсуждать, в чем же наши проблемы. Была идея загрузить всю аудиторию в автобус, поехать в Шереметьево и провести мастер-класс на месте. Но, к сожалению, выяснилось, что не у всех есть визы. У меня ее тоже нет, привезут через час. Поэтому я расскажу сначала о другом проекте, который мы делали как раз с организаторами конференций. Компания OnTik не только организует эти чудесные конференции, но и разрабатывает много интересных технологий. В 2013 году мы делали ряд проектов для Олимпиады в Сочи. Это было порядка 140 проектов, но нам показалось мало. И мы запустили еще один. Называется «Второй экран». Проект с первым каналом. Проект про некое мобильное приложение, которое разрабатывает разработчики первого канала. И мы поставим контент в это приложение. Человек смотрит Олимпиаду. Параллельно на мобильном телефоне у него появляются слайды, которые дополняют комментатора. И проект был срочный. Вот мы обратились в компанию, нашли программиста, команду, которая разрабатывала для нас редакционную систему верстки контента в реальном времени. И у нас проект очень хорошо получился. Мы устраивали еженедельные скайп-коллы. Мы обсуждали, как должно быть устроено. Мы делали всякие разные итерации. И я в какой-то момент спросил, а вот программист где? Ну, в смысле, он все время где-то в конференц-коллах, но я его вживую не вижу. И мне проект менеджер сказал, ты знаешь, я сам не знаю, где он. Кажется, он в Амстердаме. Но проект был успешный. На самом деле здесь был очень большой риск, потому что если бы на него упал бы какой-нибудь амстердамский кирпич, то мы бы не смогли завершить проект. Но тем не менее, проект работал в части редакционной системы, одного из компонентов проектов. И мы, когда потом после успешного завершения проекта обсуждали, ну, уже собрались в офисе обсуждать, что и как, приехал этот программист, и мы с ним обсуждаем, как ему работалось в проекте. Ну, вот я ему говорю, слушай, а что ты на конференц-коллах все время молчал? Ну, то есть мы как-то с твоим проект менеджером все время обсуждаем, а ты там только окей, я это сделаю, окей, я это сделаю. Мы же так это, драйв. И он сказал, ой, а что, можно было? Оказывается, он не знал, что, ну, недооценил, увидел, что заказчик достаточно хорошо понимает, что ему нужно, и решил, что что он будет лезть со своими предложениями, давать какие-то советы. Может быть, увеличивая, кстати, работу себе. Тем не менее, действительно, у него были ряд интересных предложений. Если бы он их озвучил, то проект получился бы еще лучше. И это я к чему? К тому, что оказывается, что команда проекта не мыслила себя окончательной частью продукта. И это вообще на сегодняшний день очень серьезная проблема. То, с чем я сталкиваюсь. Команда говорит на птичьем языке, команда огораживается некими методологиями, команда огораживается некими стандартами и начинает общаться с клиентом на языке project-менеджера. Это хорошо, но в итоге это становится проблемой. Ну, давайте, да, углубимся чуть-чуть. Мы делаем уникальный продукт. Мы хотим наделить его некими уникальными характеристиками. У него там чудесная команда, у него какие-то факторы успеха. Что-то у нас уехало. Или все-таки нет. Есть в уникальном новом инновационном продукте какие-то технологии, практики, пришедшие к нам уже готовыми компонентами. Конечно же есть. Если мы изобретаем новый автомобиль, то в нем все равно будет примерно такой же двигатель, примерно такая же коробка передач. Мы не изобретаем продукт с нуля. Вот эти стандартные компоненты продукта, и мы говорим только о технологических, мы говорим о практиках, привычных практиках команды, которые занимаются продуктом. Мы говорим о каких-то технологических наработках, о каких-то представлениях, которые пришли к нам в продукт. И можно сказать так, что в нашем производственном смысле, мы сейчас производственную часть проекта обсуждаем продукта. Продукт, он успешен, когда у него есть хорошая идея, у него есть отличная команда, у него есть технологии, у нас есть ресурсы для этого проекта, и помноженное на управление. Это фактически мультипликативный эффект. Я не открою Америку, если скажу, что эффективное управление, выраженное харизмой лидеров, профессиональностью лидеров, правильными управленческими методологиями, процедурами, практиками, стандартами, корпоративными и так далее, способно получить продукт либо лучше, либо хуже. И возникает опрос. Производственный процесс, который стоит за продуктом, он должен отвечать продукту, или же команде, или же, мы об этом будем чуть позже говорить, некому стандарту. Ну вот мы можем выбрать некий там каскадный, водопадный стандарт. Многие крупные системные интеграторы работают по таким стандартам, и когда ты приходишь в эту компанию заказывать какой-то продукт, они скажут, все сделаем, неизводен сомневаться, товарищ заказчик, вот наша методология. И как у заказчика у вас должен возникнуть вопрос, а эта методология комфортна для вас, как для заказчика? А эта методология подходит для продукта вашего типа? Я знаю очень много продуктов, и продолжаю знать, которые пытаются выйти из этой лужи, в которую они сели, из-за того, что были выбраны люди и методологии, не отвечающие духу продукта, это приводило к кучам, к большим проблемам. Но в итоге вы должны решить приоритетно, что для вас методология должна идти от команды, то есть приходит какая-то команда, говорит, ну вот умеем работать по таким принципам, или же все-таки вы должны, типа, не, ребята, мы сейчас сделаем какой-нибудь e-commerce сайт, поэтому тут чуть-чуть там другие подходы. Чем нужно понимать еще, что продукт и проект, это разные вещи, продукт живет во времени. Проект или проекты, они просто привязаны к неким жизненным циклам продукта. Вот здесь очень схематично жизненный цикл продукта. Это фаза создания продукта, фаза, значит, все определяют некую идею, все определяют какие-то его базовые параметры, что войдет в первую версию, когда мы ее сможем запустить, сколько это будет стоить, команду набирают. Некий такой стартап возникает. Дальше вывод продукта на рынок. Там другая история. Мы смотрим, к нам пошла уже обратная реакция пользователя. Мы смотрим, что из этого надо срочно делать. Мы смотрим, что нужно переделать. Мы смотрим, какие у нас остались хвосты, мы их доделываем. Мы пытаемся судорожно балансировать между багами, между новыми фичами. Это другая динамика работы в проекте по созданию продукта. Развитие продукта. Это уже более ровная история. Наш продукт запустился, более-менее успешен. Смотрите, рано или поздно ваш продукт устаревает. Вы выпускаете либо вторую версию, с принципиально другим дизайном, с каким-то другим функционалом. То есть некий такой большой взрыв происходит, в результате которого мы пытаемся переосмыслить накопившиеся уже проблемы или архаичные какие-то вещи в продукте. Ну, плюс конкуренты, понятно, не ждут. И проекты модернизации тоже имеют свою специфику в плане динамики разработки. То есть мы уже знаем, какой продукт у нас есть. Мы год, два, три готовимся к новому продукту. У нас отлажены денежные и финансовые потоки. У нас также накоплены какие-то методологии. Мы, соответственно, более спокойно занимаемся проектами модернизации. Хотя иногда и неспокойно, потому что иногда вдруг конкурент какой-то прижал, там MySpace был до Facebook, и вдруг они начали срочно пытаться что-то менять судорожно. И не всегда успешно. Ну и дальше цикл выхода продукта. Но мы его сейчас не рассматриваем. Выхода продукта с рынка. Нам, нашей конкретной конференции не особо интересно. Не входит. Соответственно, ну да, уже говорил. Ценности, о которой я говорю во всех компаниях, где я появляюсь. И то, чего действительно не хватает. И мне во многих компаниях просили вам это сказать. Ребята, команда разработчиков должна быть очень близка к продукту. Очень близка к стратегии компании, к философии проекта. Пользователям этого проекта в будущее. Значит, ну, это мы уже обсуждали. Значит, смотрите, проектные методологии. Значит, понятно, что есть как бы две крайности, да. Водопадные методологии, и каскадные, и гибкие. Про гибкие методологии совершенно великолепно Асхат рассказал на предыдущем. В докладе, значит, кто, значит, обзор на водопадные. Да, водопадные, это такой классический, дорогой цикл производства. Мы задумали самолет Boeing. Мы не можем его делать agile, гибко. Тут крыло подкрутили, тут фюзеляж напильником подпилили, тут, значит, там, в кресле, в кабине кресло передвинули, пилота, потому что где-то мне гвоздь какой-то давит. Понятно, что мы в больших проектах мы ввязываемся в некий дорогой, сложный цикл проектирования базовой архитектуры, базовых требований и так далее. Практика показывает, что в области интернет-проектов команды, которые опираются на каскадные методологии, реже успешны, чем гибкие методологии. То есть, если говорить про мою практику, то они все проблемные. Каскадные методологии типичны для компаний крупных, там, уровня системных интеграторов, когда речь идет о долгосрочных контрактах, о крупных контрактах, где риски подрядчика что-то сделать не так, слишком велики. Поэтому цикл такой, мы с вами разработаем большой концепт, долго ведем переговоры, сколько это будет стоить, сколько времени это займет, сколько цифр там с 8 нулями это займет. Дальше мы займемся большим планированием, мы разрабатываем архитектуру, детализируем там пользовательские сценарии, тоже занимает там несколько месяцев. Делаем какую-то дальше, разработчики уходят и через год приходят с финальным продуктом. Говорят, вот мы его тут даже потестировали, сейчас мы будем внедрять. Ну тут тестирование написано, внедрение, тестирование, неважно. Заказчик говорит, о, у меня за год-то все уже изменилось, и вообще я не то хотел. Поэтому в области интернет-проектов, слава богу, технологии построены так, чтобы позволять делать проект по кусочкам. Прототипчик какой-то, какая-то базовая функциональность сайта, тем более сайт можно хоть ежедневно обновлять. Поэтому, к сожалению, я ничего против, серьезно не имею против каскадных водопадных методологий. Проблема психологическая. Их разработчики отдаляются от продукта. Запрещено нам на конференции произносить имена проектов, имена компаний, но действительно в моей области заканчивалось иногда тем, что команда программистов не смогла пройти сквозь менеджеров к заказчику, и это закончилось выходом команды, громким и их переездом за границу из России. Утечка мозгов. Вот результат. Значит, гибкие методологии, ну, на предыдущем докладе я понимаю, все были. Значит, мы развалили очень схематичную маленькую стратегию, мы делаем небольшие оценочки, мы строим небольшой следующий там деливервл, мы делаем какой-то, показываем его заказчику и думаем, что делать дальше. Гибкие методологии тоже не панацея. Во-первых, все это, хоть большие, хоть гибкие, хоть негибкие, это не является технологиями управления проекта. В частности, ну, особенно гибкие. Когда команда увлекается гибкими методологами, она имеет тенденцию перестать по-серьезному управлять рисками. Она перестает по-серьезному управлять коммуникациями. Есть такой там крупный проектный стандарт, типа Prince2, PMBOK, они говорят о многом таком, о чем вы не услышите в гибких методологиях, потому что там команда решает все. Ну да, команда решает все, но только в итоге коммуникации строятся, исходя из микро какой-то ситуативной ситуации, в то время как в больших проектах существуют там четкие документы, где кто за что отвечает, кто что, там секретный, значит, психологический портрет там этого начальника, этого начальника, этого в agile, понятно, нет, это фреймворк непосредственно там итеративной разработки, и, к сожалению, я часто встречаю, что компании, увлеченные agile, вот две проблемы, да, они не видят, что кроме agile нужно сделать много чего еще, первое. второе, маленькие итерации приводят к тому, что команда, она у нас решает все, не готова ставить себе большие долгосрочные цели. Ну, то есть, чтобы сделать некий большой многомесячный проект с таким горизонтальным взглядом на весь продукт, на вещи, все это рассыпается на цепочку каких-то шагов, маленьких шагов, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, вместо того, чтобы спланировать весь roadmap какого-то большой, ну и дорогостоящей, конечно же, цели. То есть, agile команды имеют тенденцию увлекаться маленькими результатами. Это хорошо для стартапов, и это становится тормозом в развитии, в проектах развития. Откуда вообще все это берется? Понятно, что с ростом компании у вас появляются некие функциональные руководители. Хороший директор по маркетингу, хороший IT-директор, хороший директор по товарам, по логистике, по производству, и каждый из них становится носителем некого сакрального знания. Так вот, IT-директор и директор по разработке в нашем случае говорит о том, что вы знаете, нельзя разрабатывать софт хаотично. Вот у Асхата была картинка, этот цикл справа, где вот много всяких стрелочек. Он говорит, нужно все по уму. Значит, вот стендапы, эти самые и так далее, типа это best practices. И IT-директор начинает разрабатывать стандарты. Да, нужно понимать, что в зрелой компании, несмотря на то, что весь топ-менеджмент вроде бы как заодно, ну в смысле идет к одной цели, в одной лодке плывет. На самом деле, каждый начинает пытаться, ну в случае добросовестной компании, в случае добросовестного коллектива, начинает делать свою область, пытаться делать лучше. Соответственно, главный сисадмин требует, чтобы были самые мощные, самые крутые сервера. Программисты требуют, чтобы были самые мощные технологии, дизайнеры, чтобы им дали бесконечно много времени на разработку дизайна. И в итоге получается, что менеджер продукта, мы говорим о менеджменте проектов, перед ним большое количество различных тимлидов и руководителей. Каждый говорит о том, что мне нужно вот для того, чтобы я успешно тебе сделал продукт, мне нужно вот столько-то времени, столько-то ресурсов. И с ростом сложности проекта project manager не всегда говорит, не всегда способен профессионали парировать. Вот дизайнер, арт-директор говорит, что ему нужно 2 месяца для того, чтобы сделать прототипы. А как его заставить за 2 дня сделать? Менеджер говорит, давай сделай за 2 дня. Арт-директор говорит, ты что, искусство против искусства? В итоге, а с программистом вообще тяжело разговаривать. Он говорит, это стоит 3 месяца программировать. Если вы не программист, вам очень сложно парировать ему. Поэтому я как-то в декабре нанимал одного project manager, product manager, а он до этого походил по разным компаниям. Это уже IT-история всякая. И говорит, что в половине компании от менеджера требовали знания программирования, а в половине не требовали. Ну, условная половина, естественно, это не в процентах. То есть какие-то компании пошли по пути того, что project manager должен детально знать все производственные процессы, чтобы правильно руководить. В каких-то компаниях считают, что программисты у них достаточно адекватны самому продукту и процессу. И, соответственно, менеджеру остается только просто заниматься интеграцией, связывать все в кучу. Поэтому, ну, тут такие слайды. Поэтому нам во всем нужно искать середину. Смотрите, значит, в одном большом проекте, который шел несколько лет, была принята такая достаточно демократичная атмосфера диплоймента. То есть программисты могли диплойить в любой момент времени, а заказчик только радовался. Ну, это была инхаус-разработка, инхаус-проект. Причем проект находился в большой динамике. Ну, чтобы далеко не ходить, это сайт Rear.ru. У него миллионы пользователей, десятки миллионов посетителей. И редакция, ну, заказчик очень радовался, что программисты такие боевитые, что вот когда что-то надо поменять, стоит только махнуть волшебной палочкой и через несколько часов уже задеплоено. Ну, естественно, когда ты занимаешься контентом, новостями, это очень большая динамика. Ну, соответственно, мы, команда разработчиков, сильно сэкономили на тестирование. Прямо сказать, официально его вообще не было. Это не означает, что мы выкладывали все время кривой софт, деплоили. Это означает, что мы компенсировали тестирование некими другими возможностями нашего технологического процесса. Во-первых, сама платформа была столь удачно спроектирована и она настолько отвечала бизнес-процессам компании, что программистам сложно было что-либо сломать серьезно. Это первое. Второе. Тестирование было размазано между цепочкой заказчиков. Программист, project manager, product manager и редакции. И только потом, когда вся цепочка отсмотрела результат, они не тестировали, они смотрели какую-то свою часть. Но каждый в цепочке попутно еще писал, ой, я тут смотрел свою часть продукта и заметил, что вот кнопка не нажимается. А, отлично. Нет, конечно, люди ворчали, а что это я еще тестировщиком подрабатываю? Но мы считали экономику вопроса, оказалось, что это дешевле, чем иметь отдельно выделенную команду тестировщиков, которых нужно постоянно держать в курсе всего происходящего, которые будут тратить время, часы и дни на то, чтобы все протестировать, когда мы полностью как бы там баном протаскивали все тестирование. Но, естественно, так как не было ответственного за тестирование, иногда на сайте какие-то глюки возникали. Но мы не делали самолет Boeing на таком сайте контентном. Не так страшно, когда в каком-то браузере, в какой-то там далекой страничке где-то что-то наехало, какая-то картинка не отобразилась. Взял да починил. Но со временем, с ростом продукта, естественно, появились вокруг него политические некие моменты, когда эти сбои в компании стали интерпретироваться как «А что это у нас катастрофа?» «Букин», мигрировавший в компанию Booking.com. Он недавно опубликовал в апреле совершенно великолепный документ о том, как устроена разработка в Booking.com. Я у него специально спрашивал, можно ли на него ссылаться, потому что он как-то его убрал неожиданно. Он просил передать, кто знаком с этим документом. Убрал он его не потому, что ему запретили, а потому, что цифры не совсем корректные оказались. Он их сейчас уточняет. Смотрите, в Booking.com есть такое понятие Innovation Cost. Там много всяких интересных вещей написано. Innovation Cost. То есть, там тоже сильная экономия на тестировании. Соответственно, разрешено, когда баги приводят к уменьшению количества денег, ну, Booking, заявок, покупок, не выше определенной величины в месяц. Условно говоря, компания готова недозаработать миллион долларов, инвестируя как бы эту потерянную прибыль в динамику программистов, в мотивацию программистов делать что-то неожиданное, необычное. Соответственно, когда, пишет Леша, программисты превышают этот Innovation Cost, начальник пишет, ребята, нехорошо, что-то вы это самое, убытки тут нам приносите, давайте аккуратнее программируйте. Когда, наоборот, этот Innovation Cost занижен, вроде бы как программисты хорошо работали, все качественно тестировали, начальник пишет другое вредное письмо о том, что что-то вы это, закостенели, боитесь идти на риск, значит, парни, вы что, за что зарплату получаете, вы ничего не делаете. Понятно, что компания достигла некого уровня зрелости, предсказуемости, количество багов. есть такая модель CMM, уровни зрелости IT-коллективов. Понятно, что тоже все не бесплатно, понятно, все равно нужно автоматизировать тестирование, все равно нужно continuous integration делать. Компания Superjob, сейчас тут сидят представители из нее, нашлась в себе силы пойти по пути автоматизации тестирования. Это позволило программистам чуть-чуть спать более спокойно и соответственно с большим комфортом идти на риски. Ну вот в принципе все, о чем я хотел рассказать, так я несколько сумбурно, потому что о ценностях, еще раз резюмирую, главная цель ваша, чтобы программисты жили максимально близко к продукту. Как только это происходит, как говорил мой коллега IT-директор ДПА Deutsche Press Agency, не устою повторять эту фразу, заказчик делает не ваш бизнес, а свой контракт. Если это какая-то заказная разработка, то риски того, что продукт делают немотивированные люди, они выше. Не только потому, что они зарплату в другой кассе получают, потому что между вами стоит контракт и нужно уложиться в сумму этого контракта, нужно, ну как, заказчик чужой, что хочет, то сделаем за его деньги. В итоге, конечно, давайте признаем, что наиболее успешная разработка это инхаус-разработка, но это для крупных интернет-компаний. Понятно, что есть колоссальное нечто для заказной разработки, понятно, что многие компании, организующие инхаус-разработку, делают кучу ошибок, потому что они не всегда имеют компетенции, не в состоянии привлечь классных специалистов, но тем не менее, действительно, если говорить о подрядчиках, то выиграют подрядчики, которые помогают клиенту делать продукт. Но об этом тоже много докладов сегодня и было и будет еще. Да. Большое спасибо, Анатолий, за доклад. Спасибо. 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 Спасибо.